Доброе утро. Тема очень актуальная, которая уже вышла на уровень всероссийского внимания. Круглый стол проходил в расширенном составе. Присутствовали сотрудники ГИБДД Ленинского района, их коллеги из отдела технического надзора Московской области, а также представители местной администрации. Кроме того, были приглашены две крупнейшие в нашем районе компании-перевозчики. Главная повестка сегодняшней встречи – тревожная тенденция роста аварии по вине водителей общественного транспорта. Продолжается прошлогодняя тенденция роста аварийности по вине водителей автобусов. То есть она из года в год растет. Количество ДТП, связанное с нарушением со стороны водителей данной категории транспорта, возросло на 3,6%. Число погибших из них увеличилось на 21,1%. Это статистика федерального уровня. Что же касается непосредственно нашего района, то в 2017 году здесь зафиксированы три аварии с участием общественного транспорта. Одна из них – это резонансное ДТП, произошедшее 31 августа на трассе Дон. Тогда водитель автобуса, двигаясь в светлое время суток по сухому дорожному покрытию, совершил наезд в настоящий грузовик. В результате один человек погиб и 10 пострадали, в том числе двое детей. Водитель автобуса в момент аварии, скорее всего, пользовался телефоном, что и привело к таким печальным последствиям. С целью предотвращения подобных аварий, компания-перевозчик постоянно осуществляет всесторонний контроль за своими водителями. Контроль работы на линии, как очно, то есть это непосредственно при возможности у меня специалисты выезжают, контролируют работу на линии, сама езжу, плюс навигация. На сегодняшний день у нас на особый контроль поставлена работа наших транспортных средств в системе навигации. Установка необходимых дорожных знаков, светофоров, оборудование специальных карманов – вот лишь некоторые из мер, которым прибегают сотрудники ГИБДД для предотвращения аварии на общественном транспорте. Они тщательно анализируют места, где в Ленинском районе наиболее часто происходят подобные ДТП и в каждом случае предлагают свои решения. Ежедневными свидетелями работы общественного транспорта являются, конечно же, его пассажиры. Мы решили узнать, какие они замечают нарушения в работе водителей. Телефон – это первая очередь. По телефону постоянно. Вот только и сидят. Нарушают, конечно. Они все торопятся, торопятся. Скорость. Они превышают скорость. Вы знаете, они превышают скорость еще почему? Потому что пробки, они, наверное, опаздывают. И поэтому они гонят только так. И телефонные разговоры, конечно. Впрочем, внести свою лепту в безопасность дорожного движения могут и сами пассажиры. Если кто-то становится свидетелем нарушения водителям общественного транспорта правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют сообщать о подобных случаях. Если пассажир замечает какое-то правонарушение в отношении водителя, либо он разговаривает по телефону, либо он там пишет смс-ки, либо нарушает другие правила дорожного движения, на каждом автобусе сзади расположена информация, куда можно сообщить, сфотографировать, допустим, или просто позвонить, сообщить данные правонарушения, какой автобус, госномер этого автобуса, по какому маршруту он следует. К нему будут приняты меры. Таким образом, с уверенностью отметим, что только сообща мы можем сделать дорожное движение в Ленинском районе максимально безопасным. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...